Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Смотрите главные темы дня. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. Своей вины Влад Филат не признает. Дорину Киртуака разрешили отправиться на похороны короля Михая I. Судьи постановили предоставить отстраненному градоначальнику паспорт. Разрешили покинуть Молдову. Церемония прощения с румынским монархом пройдет 16 декабря. Добрый вечер на ТВ8 новости в студии Юлия Будич. По приезду в Молдову отстраненный градоначальник обязан вернуть свой загранпаспорт. К слову, Дорин Киртуака находится под подпиской о невыезде. Градоначальника задержали 25 мая. Его обвиняют в превышении полномочий по делу о строительстве платных парковок. По второму уголовному делу Дорину Киртуака предъявлено обвинение в нанесении ущерба госбюджету в размере 66 миллионов леев. Все обвинения Дорин Киртуака отрицает. Один человек погиб. Более 20 получили ранения в результате взрыва на крупнейшей газораспределительной станции недалеко от Вены. За взрывом последовал пожар, сообщает Еврониус. Подача газа прекратилась в Италию, Венгрию, Словению, Хорватию. По данным полиции, инцидент стал следствием технической неисправности. Газораспределительному терминалу был нанесен значительный ущерб. По предварительной оценке, на ремонтную работу уйдет несколько дней. На этом фоне Италия уже объявила о чрезвычайной ситуации с газовыми поставками. Газораспределительная станция в Баугартене, одна из крупнейших в Европе топлива, на станцию поступает из России и Норвегии, транспортируется в Германию, Францию, Венгрию, Италию, Словению и Хорватию. Ежегодно через нее проходит порядка 40 миллиардов кубометров этого топлива. Еще один приговор для Вячеслава Платона. Предприниматель получил 12 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах. Его обязали выплатить 300 тысяч лев штрафа. По делу о мошенничестве в банке деэкономии Платона 18 лет заключения. Его адвоката протестовали решение апелляционной палаты. При оглашении вердикта Платона в зале суда не было. Ранее ему запретили присутствовать на слушаниях за нарушение порядка судебного заседания. По данным прокуроров, в 2016 году он вместе с двумя сообщниками попытался вывести 205 миллионов леев со счетов трех страховых компаний, в которых был мажоритарным акционером. 30 июня прокуратура передала в суд еще одно уголовное дело против Платона о попытке подкупа бойца подразделения Пантера. По запросу прокурора это дело объединили с нынешним. А в мае Платона приговорили к 18 годам по делу банка деэкономии. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Сам Платон утверждает, что деньги украл лидер Демпартии. Плохотнюк же обвинение в свой адрес отверг. Глава государства осуждает попытку Демпартии взять под контроль президентуру. Об этом Игорь Дадон заявил на пресс-конференции по случаю первого года правления. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Дадон отметил, что не намерен подписывать закон о противодействии российской пропаганде. А если социалисты победят на парламентских выборах в следующем году, президент не исключает закрытие бюро НАТО в Кишиневе. Игорь Дадон настаивает на том, чтобы НАТО подписал декларацию о признании нейтралитета республики Молдова. Что же касается открытия на прошлой неделе офиса Североатлантического альянса в Кишиневе, президент пригрозил. После парламентских выборов его могут закрыть. Рассказал Дадон и о неудачах за год своего президентства. Похвалил президент и новый Высший Совет Безопасности, впрочем, нефункциональный, поскольку бойкотирован правительством и парламентом. Во всех неудачах президент обвинил демократов. Демократы, в свою очередь, говорят, инициативы президента действительно блокировали, но только на их взгляд популистские. Среди достижений Дадон отметил свой документальный фильм «История Молдовы». Во время своей предвыборной кампании Дадон обещал привлечь к ответственности всех, кто украл миллиард из банковской системы страны и продвинуть на должность генерального прокурора профессионала. Главу генпрокуратуры в итоге предложил не он, а расследование кражевека так и стоит на месте. Кто может стать новым руководителем НЦБК, станет известно уже завтра. Сегодня всех кандидатов заслушала парламентская юридическая комиссия. Все четверо претендентов готовы объявить войну коррупции. Претенденты на пост руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией сегодня прошли этап собеседования. Кандидатов четверо. Это Богдан Зубряну, Игорь Карлашук, Вячеслав Гуцан и Савва Маймеску. Имя Игоря Карлашука фигурировало в журналистском расследовании о поставке испорченных продуктов в детские сады. Сегодня Карлашук свое причастие к тендерам на закупку продуктов категорически отрицал. После скандала с поставками продуктов питания его временно отстранили от должности. Затем он вернулся к своим обязанностям. Деклара КУМ, фаца де ТОТС, НУ АМ АВАУТ АТРИБУТИИ ЛА АКТИВИТАТИА АКТЕСТИИ ИНТРЕПРИНДЕРИ, НИТРУН ФЕЛ. ВАМ МАИ МАИ МАЛТИИ, ВАМ МАИ МАЛТИИ, НУ АВАЯ ТРИБУТИИ ЛА АКТЕСТИИ ИНТРЕПРИНДЕРИ, НУ АМ ИНФЛИНСАТ НИТРУН МОД АКТИВИТАТИА АКТЕСТУЙ АГЕНТ ЭКОНОМИК. ДЕЧИЗИЯ КУМИСИИ СВИЕ ОНА ОБЕКТИВИ, ОМАИ ПАРТИАЛА И СИКОРЕКТА. Ранее депутат от ЛДПМ Тудор Делю выразил уверенность, что новым руководителем НЦБК станет Богдан Зубряну. Кандидат был весьма сдержан. Все кандидаты на кресло руководителя НЦБК выразили готовность в борьбе с корупцией. СИКОРЕ, ЭКОМИСИИ СВИЛИ, НИНО ОБЕКТОР ДЕКТА. Кандидат избранной парламентской комиссии будет представлен на рассмотрение пленума парламента. Мандат бывшего главы НЦБК Виарела Морари стек. Карабинеры предстали в праздничной униформе. Сегодня департаменту исполнилось 26 лет. Отмечали фанфарами и показательными выступлениями. Один солдат во время торжества сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Юджин Гросу служит в батальоне особого назначения «Скорпион». Молодой человек хотел сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, но искал подходящий момент. Карабинеры в обычные дни патрулируют территорию. Сегодня они продемонстрировали свои боевые способности. Бойцы сразились в рукопашном бою. Солдаты, ответственные за поддержание общественного порядка, сегодня стали настоящими актерами и показали зрителям, как действуют в кризисных ситуациях. Солдаты департамента войск карабинеров гордятся своей профессией. Среди военных немало представительниц прекрасного пола. Карабинеры, которые ответственны за охрану резиденции дипломатических миссий, сегодня получили новые автомобили. Оказалось, что машины стоят в гараже, а солдаты все так же ходят пешком. Вы видите карабинеры вниз, которые circulают здесь, несколько сотен метров, пыно на амбасаде, по которым они должны быть защищены. В остальном, машины стоят в гараже, по которым они должны быть использованы в гаражах карабинеров. Министр также готов поддерживать выбор своих детей, если они захотят служить в редах карабинеров. Департамент войск карабинеров основали 12 декабря 1991 года с целью поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности дипломатических миссий. Это корреспондент Константин Григорицы устроил протест у здания президентуры. По словам журналиста, глава государства ограничивает ему доступ на конференции из-за неудобных вопросов. В свою очередь, Игорь Дадон попытался уйти от ответственности. Игорь Дадон попытался вытеситьende должность. Константина Григорица возмутила то, что для сегодняшней конференции президентура потребовала дополнительную аккредитацию. Это не первый раз, когда корреспондента не пускают на мероприятие в президентуру. Ранее журналист подал в суд. Дело находится на рассмотрении в суде сектора Буюканы. Следующее заседание состоится 18 декабря. Сезон цитрусовых в самом разгаре. Мандарины создают атмосферу новогодних праздников. Цены кусаются, но люди от экзотических фруктов не отказываются. Правда, покупают с осторожностью. Специалисты заверили, все мандарины, которые попадают в нашу страну, безвредны. Сколько стоит сочное лакомство? И не только узнала наш корреспондент. Ароматные, сочные, сладкие или кисловатые. Экзотические фрукты пользуются большим спросом зимой. Они прекрасно справляются с дефицитом витаминов. Дороговаты, но люди покупают. А как купарают? Я купил, я купил, я купил. Мы плакали, чтобы поменять, если мы на кабине фрукты делали. Я не люблю, что с буней в кентруинем. Я купил прец. Нормально. Сейчас мы с морей. И грею, да. Я не вышла. Прец. Прец. Где-то мандарины продают по 18 леев, где-то по 23. Гранаты можно взять по 30, а апельсины по 25. Килограмм фиников стоит 60 леев. Некоторые продавцы сетуют, что покупателей мало. Другие заманивают хорошей ценой. Покупатели смотрят на внешний вид фруктов. Специалисты уверяют, экзотические фрукты, импортируемые в Молдову, безвредны. Их проверяют на границе. Но прежде чем есть, нужно тщательно промыть. А то, что они внешне красивые, не означает, что и качественные. Как отмечают ванцы, за последние три месяца в Молдову импортировали порядка 5000 тонн экзотических фруктов. А я напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте нам свои фото и видеоматериалы в редакцию сайта tv8.md. Или звоните по телефону, указанному на экране. Не забывайте, ваша информация может стать новостью. Далее смотрите прогноз погоды, затем выпуск ток-шоу «Политика» с Натальей Мораль. У меня на этом все. Увидимся завтра в 21.00 на ТВ8. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин